Привет ребят, привет ребят, привет мои хорошие, рад вас снова видеть. Отправляюсь неспешной походкой до тёщи, скоро переезд как вы уже знаете и надо ускоряться. Надо доделывать эту комнату, в силу того, чтобы не пылить, не грязнить, самая грязная работа и как только я заканчиваю, девчата быстренько клеят все обои и мы переезжаем, в принципе примерно так. Проблема в том, что у нас заканчивается рейка и пока докупить нет возможности, в силу того, что просто не знаю сколько надо докупить, чтобы не купить лишнего, поэтому сейчас зашиваю всю остаточную рейку на стену, возможно там где зашил рейкой, зашью гипсокартон, чтобы не останавливаться, но если время будет, а потом докупаем недостаёшь рейку, тавтология какая-то и заканчиваем эту комнату, вот. Погода супер, кайф неимоверный, мороз небольшой, по-моему минус 6 показывала, но ощущения классные конечно. Сейчас вот как бы не только дышится хорошо и классно, а дело в том, что ещё снег идёт, это дополняет эту сказку своеобразную и дышится хорошо и снег на реснички падает, отягощая их, клоня вниз. Хочется конечно на тёплом подоконнике где-то сидеть в помещении, просто пить кофе, какао с бутербродом и смотреть в окно, на замёрзнувших людей, неспешно перебирающихся по улице, осознавая то, что ты в тепле, в комфорте, а не вот так. Но к сожалению ситуация обратная, я на улице, в холоде, люди в домах. Сейчас вам ремонт покажу, как люди делают, как можно делать. То есть стенка обсыпалась, саман, просто покрасили или побелили в цвет всей стены, хай так. Стена эпатажная, конечно, нравится мне вот эта, в глаз бросается, даже вкусняшки какие-то есть. Огонь. Что-то не знаю, у Ира спросил, она тоже не знает, тёща будет, тут не будет. Одному мне как-то раз подручнее, когда над душой никто не стоит, но тут уже как получится. Тут ещё замок такой, попасть надо, можно его заглубить гораздо больше, и хета да чё откроешь. Ах ты баджирный, щекастый, ты чё тут делаешь? Не-не-не, она дома. Да-да-да, я поел же и сюда. Так а что вы пришли, тут же вроде сейчас пока и делать нечего. А, понятно. Тут же пока не до зашьёшь. Не раздуйся это, я штука подмыла, я не думала. Да, ничего страшного, я сейчас, там идти не надо, я сейчас же опять буду... Ну конечно сейчас. Ну смотрите, приложил рейку, ребят, тут вроде прямой угол получается. Ну что не сказано, радует. И вот какие отступы получаются. Не знаю, видно, не видно. Короче, конкретно. То есть пузырь вот этот основательный, ну опять же, что делать. И туда впадина хорошая. Сейчас будем ровнять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, я, кажется, понял, почему у меня характерные щели появлялись, вот эти углы уходили вбок. Вроде бы, казалось, мерил как положено, но у меня как таковой линейки не было, ребята, поэтому отмерял рейки, кусками от рейки, которые валялись, ну как, остатки. Ну, по нужной длине находил и, не знаю, увидите, не увидите, но видите, какая сабля. Ну, это сильно ярко выражено. А были-то и не столь ярко выражены, то есть визуально вроде как ровно, а все равно где-то пузико, горбик, по ней очерчивал, по ней отрезал гипсокартон. И, соответственно, исходя из этого получались и характерные щели, ну уже как есть. Ну, вот как, например, то есть щели нет, щели нет, посредине есть, ну вот как бы по рейке от Черчилла. Все по-честному, без обманового, у шлебника Сульмана. Ну, тут уж как есть. По чуть-чуть прибавляется рейка, ребят, но факт, тут у меня одна кривая осталась. Надеюсь, сейчас мне хватит хотя бы вот тут. Закончить, ну, тут две рейки. Надо одно отягощать, что она кривая, ну, думаю, победим. Туда уже не хватит, туда не хватит. Надо будет докупать, ну, и непосредственно сами откосы надо будет рейкой обшить, тоже не хватит. Придется ехать. Ну, а что делаем? Зато уже понятно, сколько я так прикинул, наверное, где-то пять рейек надо будет взять трехметровых. Должно хватить. Фух, ну что, ребят, выработал всю рейку, та, которая была. Сейчас покажу. То есть из рейки, вот это все, что у меня осталось, не густо, не правда ли? Ну, как бы, что есть. Что у меня получилось и что успел сделать, сейчас покажу. То есть пробит вверх, ну, как полностью. Вот тут на дверью для откоса надо будет рейку пробить сами откосы. Ну, вот эта стена готова. На этой стене тоже надо будет пробить рейку, ее нет. Надо перенести розетку вниз, выключатель, ну, на уровень розетки примерно, ну, как положено. И вот эта стена еще вообще не бралась. Конь не гулял. Ну, сейчас попрошу, пока просили, как сказать, показать, открывается ли окно, которое я делал откосы. Куда оно нафиг денется? Сам, конечно, еще не пробовал, ну, думаю, все будет хорошо. Если оно открывается, в принципе, то оно открывается, в принципе, намело. Грязь какой-то. Ой, жалко, вы вдыхнуть не можете, дышится зима. Оп, все хорошо. Значит, ну что, сейчас, наверное, ну, попробую, во всяком случае, съездить за рейкой, привезти рейку, чтобы все было готово, как минимум. И сегодня, не знаю, ребята, а завтра по-любому начнем, ну, надо будет доделать, потому что скоро переезжать. Надо желательно, во всяком случае, чтобы все было закончено, чтобы переехать в готовое жилище, ну, опять же, по возможности. Едем, едем, едем за доской. Так, что мне надо взять? Мне надо взять пять реек трехметровых. Надо взять, туш-туш-туш, раз короб соединить, два короб соединить и поставить розетку-выключатель. Четыре коробка, по идее. Четыре коробка, пять реек и колодку для соединения. Блин, полдня проковырялся, ребят. Такое ощущение, что ничего не сделано. Видите, тут выравнивают как три дощечки, одна дощечка, дощечка и от плинтуса. Тут вровень дощечка, дощечка и от плинтуса. Там вообще, вон, четыре дощечки, почти две. Время очень долго уходит на подгонку, но зато, когда подгоним гипсокартон, придется уже, как, получится зашивать гораздо быстрее. Это самое сложное, ну, в силу, как, временного провежутка, тратиться много времени. У меня две коробки есть. Отлично. Песец. Оба в говно, сразу думал, может плохо, ну типа помочь что-то, мычат. Ай, блин. Ладно, мужика, тётка. Ну что, ребят, добрался я уже домой, вернее вышел из дома, едем за всем необходимым для дальнейшего. Есть, есть только небольшое, но. Фух, дело в том, что Ира спит, ночью печатает свои тексты, набирает, днём отсыпается. Ну, как всегда, в принципе, ну, пока спит, будить не стал, можно было разбудить, наверное. Дело не в этом. Бюджет я нашёл, 500 рублей должно хватить. Ну, дело в том, что у меня нет купли-продажи на машину. Это ж Антонова машина, мы периодически с Иришкой куплю-продажи пишем, чтобы не делать страховку, и катаемся на ней. Поэтому сейчас еду без купли-продажи, ну, вроде недалеко. Ну, по сути, как бы получается, я еду без документов. На чужой машине. Ну, это между нами. Всё, ребятки, что, поехали. А снег кужится, кужится и тает. Минус 4, как бы не так холодно, но холодно. Что там Жорж буянит, по-моему. Жора, что ты там? Бандитикус. Махнорыликус. Погодка, епи его, медь. Минус 4, а всё равно не прилипло, что радует. Это хорошо. Тут ещё никто не ездил. Пробиваем дорогу. Трасса Е-95. Тыш, тыш, тыш. Сейчас самая большая проблема, ребят, засунуть эту рейку в машину и благополучно довезти. Рейка трёхметровая. У нас сюда даже два метра с трудом залазит. Ну, как-то в окно будем высовывать, наверное. По ходу пьесы разберёмся. И ехать недалеко, что несказанно радует. Но в машине, конечно, будет холодно. Задувать это багажник или окно будет открыт. Ну, чё нам стоит дом построить? Выхода другого нет. Прицеп цеплять, это морока. До тёщи с прицепом заезжать ещё геморройнее. Нафиг. Довезём как-нибудь. Машина гальмует жуть как. На гашетку жмёшь, она гудит, а не едет. Ну, пробуксывают. Потом постепенно начинает набирать скорость. Мы потихоньку, полегоньку. Это тут можно шикануть. Как бы никого нет. А так, ну его нафиг. Не стоит оно того. На трассе чутка получше дорога. Разбита. Прям по асфальту, по мокрому. Не скользит, ничего. Тут вообще всё хорошо. Приехали в магазин, ребят. Это не тот шуорсовский, а тот, что другой. Тут есть рейка всякая разная. Тут есть всё. Надеюсь, сейчас всё и купим. Купил, ребят, рейки. Последние. Надеюсь, хватит. Вот таким макаром они торчат. Наверное, выше получше заподнять. Сейчас приподнять стекло. Не так задувать снег будет. И едем туда, до тёщи. Во. Торчит, проклятая, но уже не так. Купил две коробки под розетки. Ну, там, скорее всего, проводка будет прятаться. И колодочки соединить провода. Всё. Ну, рад, что рейку купил. Причём, последнюю. Блин, надеюсь, что хватит. Если не хватит, есть вот такая же рейка, только вот так, как шире. Но уже не 55 рублей, а 80, ну, на хроняк, если чуть-чуть не хватит, докупим. И едут, и едут. Хера ехать. Сразу до тёщи выгружаюсь. Скорее всего, завтра уже буду прибивать, прикручивать. Не знаю, как это правильно называется. Блин, прилипла. Доска тёплая. В доме сейчас подтает. Тошону-ка там как помазано ходят сюда. Так, это жирный какой, с щеками. Блин. Ключи, ключи. Есть. Хай, оттаивает. Можно было бы, конечно, ещё поработать. Но надо, как видео на утро смонтировать, ребята, я бы с радостью. Образец. Но тут или монтировать, или работать, а хочется и то, и другое сделать, поэтому иду монтировать, чтобы на утро было. А с утра приду, долеплю, и будет как раз на вечер, что вам показать. Посмотрите. А вы в этом маленьком сарае, да? Да, да, да. Вы сюда козла хотите? Нет, я сюда уточек и курочек. А, ну тут у них курочки и бурён. Не отдал. А, ну да, да, ну конечно-то, да. Да. А полки зачем? А я, Андрюша, это самое, где вот тут дырки за это сама задела. Да прям пеной купите баллончик залить, да и всё. Да. Да, но пеной, наверное, всё не зальётся. Почему зальётся? Зальётся? Ещё и останется. Ну да, она раздавливается ж пеной, но легче всего. Да, отлично. У вас же и утки есть, да, как раз? Да, утки. Потому что если утки не пойдут, то 10 курочек прям бегом испыть. Да, да, да. Куры легко. И он загородится в роднике. Ну, выпас. Выпас. Ага. Да шо ты. Какое это. Тут мальчишки чуть не залезли. Ты представляешь? Во двор что ли? Да, в роднике гуляли-гуляли. И давай сюда лезть через забор уже. Нифига. А я говорю, я сейчас налезь. Что это? Правильно. И они убежали четверо. Прям через забор уже. Глаз да глаз нужен. Ага. Открывать надо калитку. Не, ну калитку да, но они ж не через калитку. Ну да. Ладно, поехал. Привез то, что надо. Потом будем доделывать. Ну-ка. Закрыл. Да не с первого раза. Дык-дык открыто. Ты дык открыто. Ну один, наоборот, делаю. Там два надо было. Второй вроде сразу не делается. Потом сделался. Приловчиться надо. Домой, 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 домой стучат колеса. Прощай мой пограничник навсегда. Да. Скользит. Плохая погода для того, чтобы ездить. Но другой, наверное, не будет. Во всяком случае скоро. Косяк. Вроде снег небольшой, с утра осыпет и так прибавилось. Хотя, как вот пишут, ребята и фотографии там присылали. Метр, полметра, полтора. Какие-то цифры несуразные. У нас, ну как максимум, вот так насыпить это уже много. Может когда-то и было больше, что-то не припомню. Сантиметров там 10-15 от силы. Приехали, ребята. Та миссия, которую я на сегодня хотел сделать, сделал. Оп. И на этой, и на этой благословенной ноте, можно сказать, Ребятки, всем пока, всем добра. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. Заходите смотреть видео, еще сегодня сделал мало. Больше какой-то беготни, суеты, рейка. Это, вот я же говорю, самое долгое выравнивание. Ужас. Жора, не ходи. Не люблю выравнивать рейку. Но опять же это надо, опять же это сделал. Но времени было потрачено много. Ой, блин. Фух. Соответственно, исходя из этого, фронт работ, ну визуально, наверное, не сильно виден. А по времени, ну нормально, как бы типа поработал. Вот этот нерв, вот эта нудная работа, когда именно не видно проделанной работы, напрягает. Ну ничего, завтра все пойдет гораздо быстрее. Надеюсь. Ой, да идем, только Иру не буди. Кайзи приедет. Заходи. Заходи. Аминь. Аминь. Аминь.